Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал ACBC еженедельная передача «Час предпринимателем». Сегодня ее веду я, Елена Косолапова. Хочу отметить, что съемки телепроекта, как всегда, проходит на территории гостеприимного отеля «Хилтон». Уважаемые телезрители, сейчас на своих телеэкранах вы видите ватсап-номер. На этот номер вы можете присылать темы и вопросы для наших последующих передач. А сегодня мы будем обсуждать развитие туризма в Азербайджане в постпандемийный период. В обсуждении этой темы будут принимать участие, как всегда, наши постоянные эксперты. Это Руфат Гулиев, ведущий эксперт передачи, автор идеи «Час предпринимателя», депутат парламента Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Руфат Малим. Здравствуйте. Фархад Сатаров, директор общественного объединения правового и экономического просвещения предпринимателей, член коллегии адвокатов Азербайджана, доктор философии в области права. Здравствуйте, Фархад Малим. Мы и также наш специальный гость по сегодняшней теме — это Кянан Гулузаде, советник председателя государственного агентства по туризму Азербайджана. Кянан Малим, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли, согласились рассказать нам о туризме, развитии его на данный момент. И, Руфат Малим, по традиции хочу начать с вас. Скажите, пожалуйста, какое значение имеет туризм в экономике Азербайджана на данный момент, и как вы считаете, как он будет развиваться? Спасибо большое. Значит, я считаю, точнее, так считают многие экономисты, многие государственные чиновники, что туризм последние десятки лет занимает очень важное положение в экономике любой страны. Могу привести примеры. Есть у нас туристические страны, в основном это европейские, это Франция, Испания, Италия, Греция. Последние 30 лет очень сильно укрепилась на этой позиции наша родная Турция. То есть сегодня уже практически большую часть заработанной валютной выручки и занятости занимает туризм. Естественно, в Азербайджане туризм тоже развивается. Правда, сегодня полностью говорить вообще о развитии туризма даже в мировом масштабе очень тяжело, потому что, вот скажем так, в эпоху пандемии, так мы ее даже называем эпохой пандемии, значит, мировой туризм практически сократился на 75-80 процентов. Это очень большой удар, это огромное количество людей, которые остались без заработка, это сотни тысяч компаний, которые разорились туристически. И этот процесс, в принципе, в начале этого года приостановился, началось оживление. И, естественно, я вот по Азербайджану хочу сказать, что на мы до постпандемийного периода количество людей, которые посещают Азербайджан за год составило, если мне не изменяет память, где-то около трех миллионов. Три миллиона двести тысяч. Да. Вот, значит, мы практически, у нас последние несколько лет, это 16, 17, 18, 19, это был рост, приток людей, которые приезжали в Азербайджан, соответственно, к этому Азербайджан готовился. У нас есть практически все брендовые отели, которые есть в мире, по-моему, даже нет такого бренда отеля, который здесь не представлен в Азербайджане, а некоторые даже по несколько отелей. У нас есть отели, которые четыре звезды, трехзвездочные. И в последнее время вот очень сильно развиваются хостелы, то есть развивались хостелы, скажем так. Но мы уверены в будущем, потому что государство уделяет достаточно большое внимание развитию туризма. И я думаю, что что такое туризм для любой страны, в том числе и для Азербайджана? Это, во-первых, приток людей, это, значит, приток валюты. Это решение социального вопроса. То есть десятки тысяч, если не сотни тысяч людей будут заняты в туристическом бизнесе. Это и авиакомпании начинают работать день и ночь 24 часа в сутки. Это и местные сети кафе, ресторанов, отелей, хостелов и так далее. Это и люди, которые изготавливают сувениры. Вот обратите внимание, это десятки различных профессий. И все эти люди именно зарабатывают на том, что, значит, приезжают туристы. Но я долго рассказывать не буду. У нас в гостях сегодня человек-профессионал, который занимается этим делом. Я хочу, вот пользуясь случаем, выразить огромную благодарность Фуадмальему, вашему, значит, руководителю. Мы с ним встретились на полях прений по, значит, бюджету, переговорили. Да, и я вот к нему обратился с просьбой, сказал, что так как туризм, это для Азербайджана сейчас превращается действительно в ведущий. Ну, не сегодня, скажем, но в ближайшее время. Кстати, не могу не упомянуть о том, что, почему мы строим, один, значит, аэропорт построен в освобожденных землях. Сейчас два аэропорта, строительство, дороги и так далее, там подобная вся эта инфраструктура создается. В Карабахском и Зангизурском экономических регионах Азербайджан твердо и бесповоротно будет вести политику развития туризма. Ибо это как заповедник вообще для многих стран, имеется в виду страны, которые будут посещать, это и красота, это и природа, это и целебные воды, и людям будет интересно приезжать. Поэтому-то и Азербайджан, так сказать, с прицелом на будущее развивает именно в этом регионе, развивает будут сети отелей, будут хостелы, будут рестораны, кафе. Все будет для того, чтобы как только пандемия, так сказать, отойдет уже на второй, третий план, чтобы люди свободно прилетали, приезжали, смотрели, наслаждались, отдыхали. Так что эта сфера экономики для Азербайджана очень важна. Мы достаточно вкладываемся, я уже упомянул, на территории СНГ, может быть, Азербайджан первая страна, которая, если сравнивать по территории и по количеству населения, где представлены практически все, как я уже говорил, бренды, ведущие мировые гостиницы. У нас очень много ресторанов брендовых, у нас и своя кухня достаточно такая, завлекающая. То есть мы к этому готовы, мы будем развиваться, государство будет вкладываться, будет развиваться в этом случае, значит, экономика мелких и средних предпринимателей. Это нам очень важно, это приоритет в развитии Азербайджана. Так что вот такую информацию я хотел бы дать, а там дальше у нас, как обычно по традиции, многоуважаемый Фархад Налим свою реплику говорит. Хотела бы вас спросить, обратиться к вам как к директору общественного объединения, который работает с предпринимателями. Вот как вы видите интерес у предпринимателей работать именно в сфере туризма, развивать его? Спасибо большое, Елена Ханум. В принципе, уважаемый Руфат Налим очертил основные контуры развития туризма в Азербайджане. Когда мы говорим о вопросах перспективы развития туризма, сейчас, в данный момент, конечно, вырисовываются два основных направления. Это развитие туризма в эпоху постпандемии и, конечно, развитие туризма на освобожденных территориях в Азербайджане. Потому что, на самом деле, имеются огромные возможности для строительства различных туристических кластеров на этих освобожденных территориях. Почему? Потому что, опять-таки, развитие вот этого направления, это сулит не только экономические выгоды, но и также и политические. То есть, это определенный пиар во всем мире. А нам есть что показать? Конечно. И, на самом деле, я думаю, что это очень важный момент. Но, в любом случае, экономальный профессионал, он здесь, я думаю, что более подробно он на эту тему расскажет. Но я два слова хотел бы буквально сказать о возможностях, скажем, инвестирования в сфере туризма. Какие имеются на сегодняшний момент возможности, преференции. Есть указ господина президента за номером 878 о установлении минимальных объемов для инвестиционных проектов. Вот в этом указе устанавливаются три основные критерии для получения свидетельств на инвестиционное поощрение. То есть, это должен быть рот экономической деятельности соответствующий, минимальные объемы инвестиций и третий регион. По роду экономической деятельности устанавливаются, скажем, если в пределах туристических и рекреационных зон тот или иной предприниматель собирается размещать какие-то, начать строительство объектов гостиничного размещения, они должны соответствовать определенному генеральному плану развития туризма. И это должно быть согласовано с государственным агентством по туризму. Второе направление касательно, значит, минимальных объемов. То есть, устанавливается, скажем, минимальная инвестиция 100 тысяч монатов для хостелов или же для двух-трех звездных гостиниц. В пределах, значит, как минимум 2 миллиона монатами инвестиций должно быть. И третье, конечно же, то есть курс берется на развитие вот этого сегмента экономики, то есть вне пределов, то есть в Баку. То есть это не должно быть Баку, Афширонский полуостров или Гянджа. То есть те районы, которые на самом деле имеют большой потенциал для развития. То есть, да, если предприниматель соответствует вот этим критериям, он может обратиться для получения вот свидетельства об инвестиционном оплачении. Что дает вот это свидетельство? Устанавливаются налоговые преференции, потому что, то есть юридическое или физическое лицо освобождается, то есть пределы 50% от выплаты налога на прибыль. Освобождается, значит, от импортного НДС при ввозе тех или иных товаров для реализации вот этих проектов в рамках инвестиционного проекта. Значит, также есть возможность освобождения налога на землю, налог на имущество. Также, значит, согласно закону о таможенном тарифе, значит, предусматривается освобождение от таможенных тарифов при ввозе, значит, тех или иных товаров для реализации вот этого инвестиционного проекта. Также хотел бы один нюанс отметить, что, значит, свидетельство о инвестиционном оплачении предоставляет, значит, Министерство экономики. Порядок и процедура обращения, то есть там все очень прозрачно, транспарентно, то есть регистрационные определенные документы, бизнес-план предпринимателя. И есть одно требование, что предприниматель уже должен инвестировать в пределах около 10% для реализации этого проекта. То есть он уже должен вот этот инвестировать. Вот вкратце я хотел бы вот эти моменты сказать. Я думаю, что вот... Да, пора передать слово нашему уважаемому. Вот Фархат Малим немножко рассказал уже по поводу того, какие условия создаются для развития туризма. Ну, мы все знаем, что туризм – это одна из самых пострадавших сфер в период пандемии. Ни для кого не секрет это. Все-таки очень многие разорились, закрылись и так далее. Вот какие меры, какие меры поддержки сейчас существуют именно для того, чтобы позволить этому сектору восстановиться? Спасибо большое. Как верно отметил Фархат Малим, туризм упал где-то на 80%. Это глобальные цифры. С января этого года туризм стал приходить в себя. И в Азербайджане этому способствовали решения, принятые Кабинетом министром, оперативным штабом. Были открыты границы между городами и районами Азербайджана. Таким образом, в принципе, в Азербайджане стал восстанавливаться внутренний туризм. Дальнейшими решениями были открыты границы для нескольких государств. С июня месяца воздушные границы Азербайджана открылись для России и Турции. Сейчас география государств, которые открыты для Азербайджана, превышает 60 государств. Это наши ближайшие соседи. Это Северная Америка, Европа, страны Ближнего Востока, Израиль, некоторые страны Дальнего Востока. В принципе, можно говорить о том, что в Азербайджане стал восстанавливаться и въездной туризм. Ну, въездной тоже, если сравнивать с цифрами прошлого года, летом показатели отличались по выезду, например, в тысячи раз. В сравнении, например, июльские показатели 2000 и с показателями 2021 года. Туризм в Азербайджане до 2019 года развивался в течение последних 10 лет. В среднем темп роста был 12,5%. Прошлый год мы начали в январь-февраль с ростом под 17-18%. Мы шли к цифре 4 миллиона посетителей Азербайджана. То есть это был очередной рекорд для страны. К сожалению, случился вот такой кошмар, как пандемия. Но мы думаем, что мы вернемся к цифрам 2019 года в скором будущем. И наша цель, это к 2026 году обеспечить вот эти 4 миллиона человек посетителей Азербайджана. Это по въездному туризму и где-то 5 миллионов человек по внутреннему туризму. В принципе, в Азербайджане цифры въездного и внутреннего туризма, они равны по прибыльности, скажем так. Туризм к концу 2019 года стал сферой, после нефтегазовой сферы, вторая сфера, которая приносила валюты в страну. Наибольший объем валюты приносил именно туризм в страну. Государство в период пандемии, скажем так, наиболее пика кризиса, оказало помощь туристической индустрии в размере 60 миллионов монатов в совокупности. Это были общие пакеты экономической помощи и социальной помощи, которую государство оказало всем субъектам экономики, в том числе и туризму. Сейчас цифры, конечно же, никоим образом нельзя их сравнивать с цифрами 2019 года, но в принципе люди вернулись к делам. Мы сумели сохранить в большинстве своем рабочие места. У нас в индустрии было занято в 2019 году около 90 тысяч человек. Конечно же, были потери рабочих мест, которые измерялись несколькими тысячами. Но в принципе человеческий кадровый потенциал мы сохранили. Сейчас туристические агентства вновь активно продают пакеты и в Азербайджан, и из Азербайджана, скажем так. Но мы, как государственные агентства по туризму, больше заинтересованы во въездном туризме, потому что это приносит экономическую прибыль стране. И, с другой стороны, конечно же, это и пиар страны и так далее. Сейчас мы основной фокус делаем на возможностях, которые дают нам открытые границы по воздуху. К сожалению, пока еще о сухопутных границах речи нет. Пандемия все еще давлеет. И другое главное для нас направление деятельности, это, как было отмечено, это Карабах. Это новая дестинация. Мы готовим новые продукты по Карабаху, новые маршруты. Конечно же, Карабах сложная дестинация с туристической точки зрения, потому что для развития туризма в этом направлении нужны первичные, скажем так, условия. Это обеспечение безопасности, в первую очередь, это минная опасность. Это развитие инфраструктуры, которую государство делает. Мы буквально на днях были в Ахдаме, мы отвезли туда представителей туристической индустрии. Это был первый визит туристический, скажем так, в большом количестве, в большом составе. И ознакомились с возможностями и инвестирования, и создания продуктов в Ахдаме. Развитие инфраструктуры, как было отмечено, верно, это самый большой, скажем так, вклад, это аэропорт Физули. Аэропорта будет там три по планам. Это строительство дорог, это строительство отелей и так далее. Мы уже приглашаем инвесторов, смотрят. Есть направления, которые фактически уже готовы были бы принять туристов в этом направлении. Но еще до этого очень рано. И третье, конечно же, это возвращение людей. Туризм это гостеприимство, там должны жить люди, чтобы принимать гостей. После этих трех первичных условий, конечно же, туризм там будет развиваться. Мы думаем, что в ближайшие четыре года число посетителей карабахской дестинации, это и внутренние, и внешние туристы, достигнет миллиона человек. То есть это наш план. У нас уж мы заговорили по поводу туризма в Карабахе. А вот какие виды туризма там в первую очередь планируется развивать? Все, кроме пляжного. Хороший ответ, между прочим, да. Это великолепная дестинация, потенциал туристический, там просто фантастический. Мы сейчас акцентируемся в основном на трех, скажем так, направлениях. Это Кельбаджар. Кельбаджар уникальнейшее для туризма место в Азербайджане. Там будет развиваться, то есть по нашим планам, то, что мы на перспективу смотрим, это виды оздоровительного туризма, зимнего туризма, конечно же, культурного, исторического туризма и так далее. Но там, возможно, все вплоть до строительства очередного большого лыжного курорта в Азербайджане, зимнего вот этого комплекса и так далее. Это в Кельбаджаре на самом деле это уникальное место. Шуша, безусловно, это центр туризма будет в регионе. В Шуша планируется, ну это, конечно, небольшой город Шуша, и у нее нету, скажем так, перспектив развития вширь. И навряд ли это будет ввысь тоже развиваться, потому что это особый город, это культурная столица Азербайджана, и ее особо трогать нельзя, то есть там особо не построишься. Это достаточно небольшой город, но он, это символ, это символ, он будет привлекать. Мы участвуем с мая месяца на, вживую, скажем так, не в онлайн формате, а в оффлайн формате, участвуем на выставках и представляем туристический потенциал Карабаха и, в первую очередь, города Шуши. И мы видим, какой интерес есть к Шуши и среди партнеров, скажем так, из братских государств, граждане которых стремятся в Шуши посетить, это, как вы отметили, Турция, в первую очередь, и члены азербайджанской диаспоры, конечно же, внутренний туризм и так далее, но и страны, которые являются традиционными туристическими партнерами Азербайджана, это и из стран СНГ, и из Ближнего Востока. Арабские страны? Арабские страны, я как-то с сентября месяца, мы больше, именно, я больше работаю на Ближнем Востоке, потому что там еще начала работа Экспо-2020, фактически каждый месяц по несколько раз мы посещаем страны залива, и я на самом деле это чувствую сам, какой интерес к Шуши есть. Третье направление – это Ахдам. В Карабахе Ахдам станет крупнейшим городом Карабаха, он будет стотысячником на первом этапе, и это будет, в Ахдаме будет развиваться, то есть кроме всего перечисленного, конечно, будет развиваться майс-туризм, это деловой туризм, это будет деловой столицей, скажем так, туризма Карабаха, там будут, мы планируем, что будут проводиться конференции и так далее, мероприятия международного масштаба Азербайджан, Азербайджан – страна с устоявшимся имиджем государства, который проводит события мирового масштаба, и не только в Баку, мы думаем, что новым направлением для нас станет Ахдам. Кроме того, в Ахдаме будет такое специфическое направление развиваться, как дарк-туризм, то есть черный или скорбный туризм, скажем так, там будут оставлены места разрухи. Мемориалы, как мемориалы, да? Да, как мемориалы, это, скажем так, в голом виде, вот эти итоги войны, итоги оккупации будут представлены как внутренним, так и внешним туристам. Конечно же, это еще и развитие патриотических чувств среди молодежи, и так далее, сохранение памяти, и так далее. Очень активно мы работаем в направлении Сугавушана. Сугавушан — это будет единый кластер, скорее всего, в нашем понимании. И таковы планы, и таковы поручения главы государства. Это кластер с Нафталаном будет соединен. Уже мы подключаем Тух и Гадрут, значит, к винному маршруту Италовитис. Это маршрут, который охватывает Грузию, Азербайджан и Краснодарский край России. Кстати, этот маршрут на днях был избран лучшим винным маршрутом Европы. Это новый маршрут, который мы инициировали. И он охватывает, ну, понятно, от границы до Баку и потом на север. Но сейчас мы и Тух, и Гадрут тоже планируем присоединиться к этому маршруту. Планов много. Регион богатейший, с богатейшим туристическим потенциалом. Я думаю, что есть. Таня Ванна, спасибо большое. У меня один вопрос. Вот вы до этого, когда анализировали результаты пандемии, вот вы сравнивали исходными данными результаты 2019 года. То есть, как бы за исходные данные брали вот этот год. Но все-таки, ну, нужно признаться, что, несмотря на то, что были очень хорошие темпы развития туризма, мы по некоторым позициям все-таки уступали. Даже вот, если сравнить с Грузией и так далее, да. То есть, вот этими destination. Мне кажется, что там есть очень много факторов. В том числе, допустим, у нас, помните, Руфат Малин, мы были даже вот руководитель европейской делегации, да, в Азербайджане, которые говорят, что, то есть, среднестатистический европеец, если он сравнивает, допустим, полететь ему в Баку или, скажем, в Лондон, он начинает сравнивать цены на билет. Как вы думаете, пользуясь этим моментом, что все-таки определенные, вот, в связи с ограничениями пандемии, стоит вот как-то вот, пользуясь вот этой ситуацией, сделать определенную работу над ошибками, скажем так, да, чтобы, когда уже откроются более такие широкие возможности, чтобы мы, у нас были более хорошие старты возможностей, опять-таки, по сравнению с нашими соседями. Спасибо большое. Ну, я бы не назвал это ошибками, я назвал это перспективными решениями, которые стоят на повестке. Азербайджан, то есть мы, как государственная агентство по туризму, конечно, заинтересованы в том, чтобы двери Азербайджана были максимально широко распахнуты, и мы делаем, мы представили пакет предложений правительству, и соответствующим государственным органам по тому, как это можно сделать и как это добиться еще больших цифр. Конечно же, есть некоторые институциональные решения, которые можно и нужно, скорее всего, принимать в стране. Это, в первую очередь, по визовому вопросу. Вы знаете, недавно, например, Азербайджан отменил визы с Катаром. Это фактически историческое решение, то есть это не соседняя страна, не страна СНГ, это не Турция, которая... Ну, мы, понятно, с Турцией, как... Это Катар. Вот. Это большая новизна для Азербайджана. Мы думаем, что эта география будет и должна расширяться. Мы очень заинтересованы в том, чтобы это было со странами Европы, в первую очередь. Вы знаете, вот, среднестатистический, как вы говорите, европейец, немец. Он не знает, что такое виза просто. То есть он родился, он не знает слова виза. Совершенно верно. Южный кореец, он не знает слова виза. Они просто... У них такой паспорт, что они не нуждаются в получении. Да, они изумляются вообще. А зачем больше виза? Да, а зачем? А что такое виза? Да. Азербайджан принял несколько важных решений по визовой составляющей. Это и электронная виза, это виза на границе, это АСАН-виза и так далее. То есть это все привело к росту. То есть это способствовало росту потока туристов в Азербайджан. Но есть дальнейшие решения. Есть вот восприятие того. Возьмем, например, опыт Узбекистана. Они открыли несколько лет назад границы для почти 80, граждан 80 государств. Отменили визы. И у них за два года четырехкратный рост туризма. Это большие цифры. И это вот опыт. Но у нас другие. Да, опыт надо вот как-то пользоваться. Что касается пассажироперевозок, конечно же, мы и по этому вопросу делали предложение. Мы очень тесно работаем с госконцерном Азал по этому вопросу. И обсуждаем, ищем пути, как это делать. То есть, конечно же, есть себестоимость билетов, ниже которых нельзя падать. Конечно, есть лоукостеры, которые падают ниже себестоимости. Но они выигрывают на других. Да, это другое. Сейчас у нас очень много ожиданий по поводу обсуждения нового закона о туризме. Милли Мяч Диси. Да, с большим удовольствием. Проект закона мы представили в парламент. И как бы ожидается, что он будет рассмотреть. Это новый законопроект. Он охватывает больше вопросов. Он охватывает, скажем так, он конкретизирует субъекты в туризме. Кто чем занимается, кто является отелем, какую помощь оказывает государство, какую ответственность несут туристические агентства. Это и вопросы государственного реестра, и фонда туризма, и так далее. Там, насколько я знаю, вопросы добровольной классификации. На сегодняшний момент гостиницы. Да, чтобы это было обязательно. Да, обязательно. Да, вы знаете, у нас буквально месяц-два назад началась звездная классификация отелей. С 2014 года, в 2014 году были внесены поправки в закон о аккредитации. И после этого в Азербайджане ни одна организация не обладала аккредитацией по определению звездности, звездной квалификации отелей. В 2019 году Бюро по туризму Азербайджана вот эту аккредитацию получило. И начало. Это такой сложный процесс на самом деле. Мы пытаемся его делать максимально прозрачным. К нам обратились, если память не изменяет, 45 отелей за получением звезд той или иной категории. 28 отелям было отказано в звездах, на которые они претендовали. Не соответствуют. Не соответствуют. То есть хотели 5 звездочек, ну, соответствовали 3 или 4. И мы им дали по полгода времени для того, чтобы они привели это в соответствие с той звездной категорией, на которую они претендуют. 17 отелей на сегодняшний день обладают реальными звездами. Большинство из них пятерочки, есть четверки тоже и так далее. Но, как вы очень верно и очень четко разложили инвестиционную составляющую по отелям. Мы очень заинтересованы в строительстве отелей в регионах страны. И не брендовых. Брендовых у нас. Да, уже. Брендовых у нас, да, много. Конечно же, нам требуется еще 5-звездочный отель. Безусловно, они нужны. Но мы заинтересованы в трех звездочках в регионах. У нас есть такие туристические направления, где всего на регион приходится 1-2 отеля. И это создает, скажем так, способствует формированию высоких цен. Опять-таки, вот, высокие цены, о которых мы говорили не только по пассажироперевозкам, но и в отелях. Мы не можем, скажем так, строить отели сами. Но мы можем создавать условия для формирования большего количества предложений на рынке. Вот, с чем воздействовать на этот процесс. То есть, спрос растет, мы можем способствовать росту предложения. Росту предложений, вот как раз вот эти льготы, которые вы перечисляли, они для этого и есть. И это еще создание новых реконструкционных зон. У меня сразу три вопроса будут. Начну с последнего вопроса. Понимаете, я думаю, ваша же организация занимается каким-то индикативным планированием. То есть, допустим, в каком-то регионе хотят открыть отель четырехзвездочный. Вы можете посоветовать делать его не таким четырехзвездочным, а сделать более, скажем, трехзвездочным или бутиковым, или каким-то по другому направлению. Мы можем советовать. Вы знаете, в 2015 году в Азербайджане отменены лицензии в туристической сфере. То есть, любая деятельность в туристической сфере, она не требует особого разрешения со стороны государственных органов. И поэтому предприниматели, это относится и к отелям, и к агентствам, к операторам, гостевым домам, хостелам и так далее, они становятся на учет как налогоплательщики и начинают свою деятельность. И сейчас вот нет худа без добра, конечно. В период пандемии предприниматели потянулись к государству, потому что они поняли, что отсутствие лицензии – это не означает отсутствие контроля или же в сложнокритические ситуации. Конечно же, на помощь кто приходит, обязательно государство приходит. Но вы можете, я, извиняюсь, я перефразирую свой вопрос. То есть, скажем, условно… Диктовать мы не можем. Не-не, вопрос не в диктовке. Мы вообще в последние несколько лет особенно перешли к самому такому… Либеральному. Да, либеральному режиму. И государство это поддерживает, постоянно создает условия. Но вся проблема в том, что некоторые… И это есть у нас, между прочим, да. Некоторые наши предприниматели, когда видят, что вот построили, скажем, условно в каком-то сельской местности, ну в сельском городе, скажем так, в регионе, отель. И он отлично работает. И вдруг, как всегда, это у нас есть. И вдруг несколько других предпринимателей тоже начинают усердно заниматься отельным строительством. Но это первое… Во-первых, это сервис. Притом это не просто так сервис. Я имел в виду в том, что могут ли они обратиться к вам за помощью, за советом. Стоит ли нам? Вы же лучше всех знаете. Они обращаются. Они обращаются. За советом обращаются и так далее. Но я подчеркиваю, что наша задача – это увеличение предложений. Пусть в одном районе будет 50 отель. Да, все-таки конкуренции никто не отменял. Пусть будет 50 отель. Нет, я почему это говорю, да. Я скажу по Линкаране, по южной зоне, да. Я сам почувствовал это. Как только приток людей увеличился, при том, кто только туда, в Линкаране, в ту зону… Спрос поразил предложение. Да. Моментально там количество этих ресторанов, кафе различных этих самых, да. Все начало расти. Но весь вопрос в том, что есть же сопутствующие отрасли. Допустим, те же самые местные сувениры. Я вообще любитель этого дела. Вот местные сувениры. Можно потратить… Это слабая составляющая, на самом деле. Можно инвестировать не только в отель. Можно инвестировать, лучшие инвестиции, сделать там сувенирную какую-то. Для этого особого такого-то помещения определенное, станки эти можно везти. Если ручной, будет стоить раза в четыре дороже. У меня другой вопрос был. Вы сказали, 60 стран мы открыли. Так, ну приблизительно, так сказать, ареал, регионы тоже сказали. Получается, что, допустим, вот я знаю, из Польши к нам сейчас летит человек. Мы в прошлый раз когда… Лот. Да. Ему, чтобы сюда приехать, хватает только того, что у него будет ПЦР, там, виза и билет. И вакцинация полная. Да, вакцинация полная. Здесь такой вопрос, почему? Потому что часто нас спрашивают. То есть, для каких стран и в какой форме? Я думаю, я перечислил все требования, которые предъявляются у человека, который пересекает границу Азербайджана. Воздушно, да. Теперь вот такой вот вопрос. Значит, как вы думаете, из каких стран вообще вот ваше агентство, так сказать, планирует получить, привлечь больше всего туристов? Все-таки на какие страны вот ваше, это самое, мнение? Мы до пандемии, конечно же, когда было создано Государственное агентство по туризму, мы в первую очередь, конечно же, определили приоритетные рынки, на которых мы будем работать. Это приоритетные рынки, если брать глобально, это Европа, Ближний Восток и Азия. Мы до пандемии открыли сеть представительств по евразийскому континенту. Это был Китай, Индия, Саудовская Аравия, Эмираты, Россия и Германия. Немецкое, скажем так, наше представительство, оно несло в себе функцию европейского представительства. Были планы по расширению сети в Украину, Казахстан, Великобританию, Южную Корею, Японию и так далее. То есть я вот, наверное, когда перечисляю, видно тот рынок, на котором больше работаем. Сейчас, в постпандемийный период, мы несколько изменили свою стратегию. Мы, скорее всего, не будем открывать представительства, мы будем работать с компаниями на этих рынках. Единственное на данный момент действующее представительство, то есть представительство Азербайджана, оно работает в Израиле. Матка или это представительство в этом году. То есть оттуда тоже мы думаем. Конечно, вы знаете, если в 2018 году, если я не ошибаюсь, в Азербайджан прибыло 15 тысяч туристов из Израиля, то в конце 2019 года эта цифра приближалась к 50 тысяч. То есть это большая работа, которая делается на рынке. И Китай у нас, например, был. Израильтяне, они не только деньги тратят и не только там отличаются тем, что... Там вопрос безопасности. Они не в каждую страну едут. Это имиджевые туристы, то есть их приезд, показатель для других, что здесь безопасно. Да, вот это для нас самое важное. Это очень важный рынок с этой точки зрения, абсолютно верно. У нас был рост с Китая на 65%, с Европы в совокупности более 20% и так далее. А может такой вопрос? Такой, на вскидку. Как вы думаете, откуда, из каких стран туристы больше платят? Я имею в виду больше расходов. У меня есть международные данные, что в среднем любой турист, если он остается то ли 10 дней, то ли неделю, то что такое, тратит в районе 2000 долларов как турист. В среднем в Азербайджане, в Азербайджан, то есть, в принципе, Баку, скажем так, для среднего туриста это от 3 до 5 дней визита. У нас по цифрам идет газета, что в среднем туристы у нас тратили до 1000 долларов. А с каких стран больше тратят деньги? Вот это интересно. С каких стран? Ну, это Ближний Восток. Арабский, неудивительно. И то не все страны Ближнего Востока. Например, вот катарцы любят тратить деньги, вот эмиратовцы любят тратить деньги. Конечно же, у иракцев таких денег нет, чтобы они тратили. У каждого туриста своя специфика. Вот россияне, например, отличаются тем, что они любят нашу кухню и любят нашу культуру. Они активно ходят по музеям и так далее. Например, они вот на этот сегмент больше тратят. Например, с Ближнего Востока люди больше тратят, скажем так, на какой-то лакшери сегмент и так далее. Да, охоты и так далее. Китайцы, это экскурсионный больше туризм, они любят вот экскурсии и так далее. Индийцы, по памяти скажу, например, большую часть денег потратили на проведение свадеб в Азербайджане. Это очень важный фактор. То есть они здесь женятся, да? Да, они приезжают с семьями, скажем так, не с семьями, а с большими кланами своими родовыми в нашу страну. Вот эти четыре такие большие свадьбы были в пятизвездочных отелях Азербайджана, когда приезжали несколько сот человек, представители одной семьи, их друзья, родные, близкие. И они тратили очень большие деньги на то, чтобы именно в Азербайджане сделать... У меня еще один вопрос остался. Вы представляете, насколько это важный сегмент, что мы издали отдельную брошюру для индийского рынка о вейдинг в Азербайджане, о свадебном в этом призме. Но там или, значит, жених Азербайджан, или невеста. Нет, 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 абсолютно, нет, нет, нет. Я вспомнил, я говорил с послом. Нет, 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 просто это у них такая выездная... У иранцев есть такая традиция, вы знаете, что не все представители, например, одной иранской семьи живут в Иране. Они выезжают в других странах, проводят, скажем так, да, вот объединенную церемонию, свадьбу и так далее. Ну, пока что мы вот индийский рынок. Разные, разные рынки, разные приоритеты и разные траты, конечно. Вот исходя из того, что у нас все-таки передача носит такой прикладной характер. Смотрите, у нас, в принципе, люди уже пошли семимильными шагами в экотуризм. То есть, я имею в виду с точки зрения предпринимательства, экотуризм. Люди, особенно в южных регионах, и в северных уже началось это. И вот у людей часто я встречаюсь со своими избирателями, у них такой вопрос. У меня есть там маленькая вилла и так далее, там земля есть, где там есть возможности показать, изумить там иностранца, гостя. Какая, какой механизм получения какого-то разрешения на то, что используют свой дом? Платить налоги, как налогоплательщик. Нет, никаких. А вы можете им помочь в плане того, что он же не будет нам вывеску не поставить здесь, здесь принимают туристов, так? Его надо какую-то сеть, наверное, да? Есть такое. Можете вы ему помочь, он будет включен в сеть, его будут искать. В период пандемии у нас руки стали дотягиваться до всего, потому что была возможность заняться на микроуровне всем. Мы проверили мониторинг 200 гостевых домов в Азербайджане, во всех регионах Азербайджана. Определили дома, которые нуждаются даже в каком-то субсидировании со стороны государства. Есть такая практика, это Кобья делала там некоторые дома в Исмайлах, сейчас государственные агентства по туризму тоже собираются помогать. Там в основном это проблема с санузлами и так далее, что можно подтянуть, отремонтировать. Мы будем, собираемся во всех случаях, планируем оказывать такую помощь. Есть направление, когда мы приводим туристические агентства и туроператоров в целые деревни. Например, вот последний случай, это деревня Сим в Астаре, южный регион, когда мы отвезли туда представителей нескольких компаний, чтобы создать им площадку для общения с владельцами гостевых домов. И некоторые туристические компании собираются, например, отремонтировать сами госкомпании. То есть частные компании отремонтировать эти гостевые дома, чтобы иметь эксклюзивное право привозить туда туристов и так далее. И они становятся партнерами. Вот это государство создает такую площадку для общения. То есть к вам могут обратиться мои избиратели тоже, чтобы помочь? И это возможно, да? Это возможно, да? В одном доме там 5-6 комнат. То есть они выделяют там 2 комнаты. Мы сейчас работаем над стандартами гостевых домов. Безопасности, в том числе и огнеопасной ситуации и так далее, там подобное. Потом определенные моменты комфортности и так далее. Мы пока над этими стандартами работаем, но ограничений нет. То есть я просто реплику последнюю говорю, все, передаю слово. Значит, вот уважаемые наши телезрители, их мы называем как? Телепредприниматели. Телепредприниматели. Да. Они сейчас уже уверены в том, что те, которые хотят заняться этим бизнесом... Кстати, здесь помимо гостевых домов есть еще кафешки, вот эти разные ресторанчики и так далее. Это несколько другая. Да. То есть они имеют право найти, так сказать, пути к вашему агентству и там посоветоваться, как-то их подключать. Потому что куда им обращаться с ними? Мы вот по северо-западному маршруту, это Баку-Балакян направление, да, сделали такой проект, как MyMenuAs, например, чем мы оказали помощь рестораторам. То, что мы создали единую платформу электронного меню, и сейчас вот в большинстве ресторанов, которые добровольно захотели присоединиться, мы никого никак не заставляем, добровольно захотели, у них сейчас вот на столах стоят QR-коды. Да, туристы могут вот по QR-коду, например, зайти на единую платформу и посмотреть, какие цены, и чтобы не было никаких недовольств, потом, чтобы когда сюрпризы и так далее. А когда это будет то же самое в южной зоне? Это будет в южной зоне. Да, а можно такой вопрос, когда? Это будет в скором будущем, конечно, мы охватим. Мы пока что вот именно над этим маршрутом как-то вот так получилось, что работаем. Мы там и привели в единую архитектурную концепцию и торговые объекты, и объекты обслуживания и так далее. Если вы поедете по дороге от Баку до Ахсу или от Баку до Исмайлы, вы увидите, что там единая концепция у всех ресторанов. Это мы предоставили эту концепцию вместе с исполнительными властями этих районов, мы как бы и вместе с предпринимателями, которые все это финансировали, сами ремонтировали и так далее. Мы это обеспечили, потом построили там десятки санузлов. Это большая проблема для туризма в Азербайджане. Ну да, понятно. Стандарты должны быть. Должны быть стандарты. Они как минимум должны быть. Вот. С этого вот как мы это мы создали и так далее. Сейчас этот мы путь продолжим от Исмайлы до Белокана, до Балакяна. Потом уже у нас, вы знаете, четыре основных туристических маршрута, не считая освобожденной земли. Это Баку-Север, Баку-Северо-Запад, Баку-Запад и Баку-Юг. Мы пока вот Баку-Северо-Запад. Это самый большой вот такой туристический маршрут. Ну, наши южане ждут. Конечно, у нас мы создали ДМО, это организация управления дестинацией в южном направлении, которая охватывает все эти регионы на южном направлении. Они активно делают и предложения, и реализуют проекты, которые в других регионах мы уже как бы начали. Спасибо большое. Конечно, это все будет. Кианан Мелим, я вот что хотела вас спросить. А достаточно ли у нас профессионала в сфере туризма, в сфере госпиталити, гиды и так далее? И если, допустим, какой-то предприниматель, у него есть большое желание, намерение развивать бизнес в этой сфере, но он понимает, что у него недостаточно опыта, он не может найти профессионалов, может ли он обратиться к вам и получить какую-то поддержку, помощь, хотя бы направление? Нет, консультационную помощь, конечно, мы всем оказываем. То есть это одна из, скажем так, приоритетных направлений нашей деятельности. Кадров не хватает. Кадров не хватает. Кадров не хватает как на уровне менеджмента, так и на уровне непосредственного обслуживания, обслуживающего персонала. В структуру госагенства по туризму входят три предприятия образования. Это Университет туризма и менеджмента, это Бакинская школа туризма и Минничевирский колледж туризма. Мы там до сих пор проводим реформы, до сих пор переделываем, обеспечиваем прозрачность. Это для нас самая большая задача, которая перед нами стоит, чтобы люди, получающие дипломы от нас, были обеспечены, востребованы на рынке и обеспечены работой. Конечно, это все требует времени. Больше всего, конечно, всегда требует времени подготовка кадров. Человека подготовить самый сложный процесс, подготовить человек. Потом мы в период пандемии открыли центр обучения в сфере туризма, который готовит специалистов разного уровня, от тех людей, которые встречают гостей, до тех людей, которые готовят на кухне и так далее. Работа идет в этом направлении, но она очень долгая, она требует времени. Потом темпы роста туризма были настолько высокими, что за этим подогнать человеческий фактор, кадровый потенциал было несколько сложновато. Но мы пытаемся, мы привлекаем и западных специалистов. Сейчас вот начнется сертификация гидов. Это тоже очень важное направление. Все люди, которые представляют страну туристам, рассказывают о стране, они должны быть подготовлены, они должны знать тему, на которой говорят. И языки, как минимум два иностранных языка. Конечно, языки должны знать и так далее. То есть в этом направлении есть проблемы, но они, скажем так, решаются. Конечно же, решаются. Насколько я хотел бы понять, насколько Государственное агентство по туризму координирует свою деятельность с оперативным штабом при кабинете министров? Мы являемся частью. Да, я являюсь. Ну да, ну конечно. Да, просто вопрос касательно, знаете, очень часто возникает, вот скажем так, даже деятельности тех или иных гостиниц. Да, то есть есть определенные требования, скажем так, вот после 12 ночи, то есть в ресторане могут оставаться только те гости, которые на самом деле, то есть остаются вот в этом, в номере гостиницы. А, скажем, опять-таки, да, то есть гость, который просто пришел со стороны, он после 12 ночи, он не может... Там уже начинают действовать единые правила для ресторанов, которые независимы от... Да, для ресторанов, да. То есть то же самое, скажем так, да, для фитнес-центров, да, то есть это могут оставаться только те постояльцы гостиниц. Вот бывают моменты, скажем так, скажем, ну опять-таки, да, уже ноябрь, скоро уже определенные праздники, Новый год, которые, в общем, наш народ любит вот праздновать. Наш народ любит все праздники. Абсолютно, да. Каким-то образом, скажем, на определенные периоды можно ли, скажем, предусмотреть... То есть период праздников, смягчения... Период каких-то праздников, смягчения вот этих... Да, нам являемся частью процесса, то есть по управлению, скажем, ситуацией в связи с коронавирусом. Вы знаете, азербайджанское правительство, в отличие от правительств многих государств мира, приняло наиболее, скажем так... Гибкую? Не то чтобы гибкую, положительную для отелей, положительную для отелей решение в свое время. Отели в Азербайджане не были закрыты. То есть правительство не ввело запрет на деятельность отелей. Правительство создало ситуацию для предпринимателей, чтобы они продолжили свою деятельность. И самое главное, скажем так, сохранили рабочие места. Отели у нас проявили, большинство отелей проявили социальную ответственность в период пандемии и в период отечественной войны. И мы это очень высоко ценим. Мы обращались к отелям с просьбами, конечно же, это просьбы были, поддержать и в период карантина, и в период отечественной войны. И мы видели, что большая отдача была от отелей и от предпринимателей в отельной сфере и так далее. То есть это было взаимное движение и государства, и правительство отелям пошло навстречу. И отели пошли навстречу обществу. Правительство в Азербайджане не запрещает деятельность отелей. Ввело много очень принципов регулирования в этой сфере. Если не ошибаюсь, около 170 пунктов было, которые отели должны соблюдать в своей деятельности в период пандемии. Конечно, есть какие-то поблажки были потом, некоторые из них были отменены. Вы знаете, мы как государственная агентство по туризму ежедневно проводили и продолжаем фактически проводить мониторинги в отелях насчет соблюдения установленных правил по пандемийный период. Что касается периода праздников, насколько мы с вами все слышали по данным оперативного штаба, то есть есть вероятность того, что во время праздников могут быть послабления. Но все решения принимает оперативный штаб. Все за что цифры. Мы, конечно, как государственная агентство по туризму, я еще раз подчеркиваю, что мы всегда за открытые двери. Ваш хлеб выходит из этого. Я имею в виду весь наш хлеб получается оттуда. Чем лучше я всегда выступаю, даже в Медлимятелисе, я сказал, что экономически могущественное государство, когда я говорю про Азербайджан, она, конечно же, будет больше уделять социальным вопросам, и бюджете будет больше возможностей и так далее, потому что все покоится на экономическом господстве. То есть как экономика развивается, какой силой обладает, что она может делать. И у нас у всех есть, у всей нации есть интерес в том, чтобы экономика наша развивалась. Я думаю, да, есть вопросы. Уважаемые эксперты, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Ну, вот так вот, к сожалению, так. Благодарю вас за то, что вы приняли в ней участие, ответили на наши вопросы. И хочу напомнить нашим телезрителям, что вы смотрели передачу «Час предпринимателя». Сегодня вела ее я, Елена Косолапова. Обсуждали мы развитие туризма в постпандемийный период в Азербайджане. В обсуждении этой темы принимали участие наш ведущий эксперт Рафат Гулиев, автор «Идеи час предпринимателя», депутат парламента Азербайджана, доктор экономических наук, профессор. Фархад Сатаров, директор общественного объединения правового и экономического просвещения предпринимателей, член коллегии адвокатов Азербайджана, доктор философии в области права. А также наш специальный гость по теме сегодняшней передачи – это Кянан Гулузаде, советник председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана. Уважаемые телезрители, сейчас на своих экранах вы видите WhatsApp-номер. На этот номер вы можете присылать темы и вопросы для наших последующих передач. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова